Всем привет! Сегодняшнее видео у меня будет посвящено, наконец-то, украшению квартиры к Новому году. В этом году я немножко припозднилась, где-то уже к середине декабря украшаю, но как уж есть. Украшать я буду по комнатам, ну, в общем-то, как и обычно. В первую очередь буду делать это в детской. Благо тут не так много работы, в общем-то, все по минимуму, потому что детская и так захламлена игрушками. И открытых поверхностей тут мало, где можно там поставить какие-то там елочки, домики и все прочее. Вообще хочу уложиться где-то в два дня украшения квартиры. Вот, не хочется долго возиться с этим, к тому же вам нужно выложить видео хотя бы до Нового года. Поэтому буду украшать системно. Первый этап убрать из помещения декор, который не относится к Новому году. У Темы это вот эта вот полка и вот эти вот сухоцветы тоже хочу поменять. Плюс еще у него вот здесь вот, видите, наклейки из Хэллоуина. Вот, и, в общем-то, все. Второй этап отсортировать из всех моих новогодних украшений то, что я буду использовать в детской. И третий этап, собственно, украсить. Вот, так что давайте долго не будем тянуть. Приступим. Продолжение следует... Ну и первым делом приступаю к перебиранию новогодних коробок и сортировке декора для детской. Пока копошилась в них каждый раз перед украшением всех комнат, решила, что после Нового года нужно будет навести в них порядок. Хочу все шарики по цветам разложить по пакетам внутри контейнеров, сложить аккуратно бусы, различные снежинки, гирлянды, крючки. Надеюсь, у меня хватит для этого запала, потому что после Нового года при уборке декора хочется просто все быстро покидать в коробке и забыть про это все на целый год. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Далее приступаем к украшению детской елки. Это елка из фикс прайса. В этом году мне захотелось именно белой елки, хотя она и довольно лысая, но я согнула веточки ее вниз, и она стала смотреться довольно прилично. В качестве основания я использую обычное ведро из икея, а для устойчивости положила внутрь обычное полотенце. Единственное, что тяжело вешать игрушки на такие веточки, на простых нитках они спадают, но если использовать крючки, то все отлично держится. Тема, кстати, очень хотел яркую красную елочку в красном цвете, и на белом фоне, по-моему, очень выигрышно смотрятся такие яркие украшения. У меня еще давно была сохранена картинка из Пинтереста с образцом, какую я хотела в этом году детскую елку, и думаю, что у нас вполне получилось повторить. И, конечно же, куда без новогодних наволочек на подушке. В этом году у меня довольно большой выбор. Я даже не использовала все, но с ними сразу появляется новогоднее настроение почему-то у меня. С детской я быстро разобралась, и теперь приступаю к гостиной. Для начала я решила поставить саму елку. Большая елка с подарками будет стоять в нашей именно комнате, потому что в ночи очень трудно тихо пробираться и шуршать подарками. А кто-то уже довольно большой и может спать довольно чутко. Поэтому уже второй год подряд я решила перестраховаться. Основанием для елки у меня служит абажур от нашего торшера. Он так идеально вдруг подошел в прошлом году. Во-первых, мне его все равно разбирать, так как елка встает на его место. А во-вторых, абажур очень напоминает ствол дерева. Идеальное совпадение, которое я даже не планировала. Елку в прошлом году заматывала в пленку для более компактного хранения. Поэтому сейчас надо немного потрудиться, все распаковать обратно. Пришлось делать это канцелярским ножом. Все боялась, что порежу иголки елки. Но все пошлось без потерь. К тому же мы с Темой образовали прекрасный тандем. Когда я расправляла ветки, он их крепил на елку. Вообще в этом году он молодец у меня. Очень активно участвует в украшении елки. Наконец-то рос. Раньше максимум одну игрушку мог повесить только. КОНЕЦ 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 Ну, как видите, я немножко елочки по-другому сделала. Такой грустный немножко вид. Но сейчас, в общем-то, он самый такой популярный, я так поняла. Просто вот так вот их загибаю. И мне кажется, неплохой такой вид получился. Даже лучше закрывает таким способом пробелы в елке. Единственное, что тяжело будет игрушки навешивать. Но они у нас в основном на крючочках. И поэтому нормально, я думаю. Как вам такой вид? Мне так больше нравится. Елку пока оставила в покое. И приступая к украшению комнаты, достала светящиеся звезды. Продолжение следует... Еще в этом году докупила такие красивенные шары для украшений. Они мне очень понравились у одного блогера в инстаграм. Необычно смотрятся. К откосу окна все эти подвесные украшения отлично закрепились на крючки. А вот с остальными звездами пришлось повозиться. Крючки в упор не хотят держаться на наших обоях. В итоге у меня сейчас и сидит только одна звезда осталась. Вторая все время отрывается. Поэтому я в поиске более крепких крючков. Крепила я их, конечно же, на крючки команд, которые все советуют. Но, похоже, нужно более крупные крючки, которые выдерживают больший вес. Продолжение следует... Как и в прошлом году, стенку телевизора украшаю еловой гирляндой. Просто так одна она, конечно, не очень смотрится, но с шариками, электрической гирляндой и с бусами мне прям очень нравится. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас очень популярны такие в банках. У меня была лишняя из Икеи. Насыпаю туда искусственного снега и кладу мини-фигурки и елки, Деда Мороза, олени, шарики. Все довольно просто, но очень симпатично. Ну и теперь пришло время украшения самой елки. В первую очередь, конечно же, гирлянда. В прошлом году в Линте ухватило уже после Нового года гирлянду что-то вроде вуальсетки на леске. Не помню точное название. Очень красивая гирлянда. Она только в желтых огонечках и перемигивает водопадом таким, если понятно объяснила. Жаль, конечно, что на всю длину мне не хватило ее, она немножко коротковата. Пришлось добавлять еще одну простую гирлянду внизу. И еще мне нравится, что все гирлянды у меня на леске. Не видно этих проводов. Хотя такая гирлянда очень легко запутывается, с ней можно намучиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... достала кстати коллекцию своих стеклянных шаров сейчас уже почти до украшала елку у меня пока немного здесь получается начиная шестнадцатого года вот такое шестнадцатого подписываю их простым маркером несмываемым 17 год мне очень нравится хотя я сама не очень люблю красный цвет у меня елка никогда не была красная потом идет 18 год с такой вот тут деревяшкой так это 19 вот это 20 прошлый год я как бы пишу именно год когда я покупаю и вот такой шар я выбрал для двадцать первого года нашла его в кофе там кстати очень красивые шары не там кстати есть и по 300 рублей начать меня жаба задушила по 300 рублей убрать шар и вот сейчас допишу тут 21 год елку в этом году я хотела в белом золотом и голубом цветах в принципе получилось неплохо хотя пришла к выводу что три цвета все-таки для елки это многовато за исключением разноцветные елки когда все цвета прям намешаны двухцветная или однотонная это самое то но самое конечно моя любимая это елка в белом цвете какая у меня была в прошлом году в этом году еще на елку я решила повесить бусы а также ленту джутову жаль что у меня всего был лишь один моток поэтому не хватило на всю елку ну и последнее в гостиной это наволочки на подушке здесь у меня фавориты этой чем дэм в этом году мне очень повезло выловить почти все наволочки которые я хотела на сайте хотя это и очень сложно самое мое любимое это вот с елкой обожаю эту наволочку дальше переходим на кухню здесь первую очередь украшаю полку окна если в гостиной у меня была деревня из домиков то тут лес из елок ну и также деревянная рамка из обе виде домиков кстати в этом году я ее тоже встречал в магазине также немного украшаю полки здесь по минимуму так как на полках так много всяких баночек скляночек буквально немного милых безделушек и все уже смотрится по зимнему милых безделушек и ну и конечно же зимний букет в угол за раковину также решила поменять прихватки тоже на новый из-за чендем во-первых старый надо было уже постирать а во вторых эти более подходят по цвету вы и я помню тарас теперь приступаю к сбору композиции на кухню на карниз в этом году я решила все собрать на полу а потом сразу повесить на карниз так мне показалось быстрее и несомненно удобнее здесь у меня тоже все стандартно 2 еловых гирлянды электрическая гирлянда здравствует фикс прайс куча разнообразных гирлянд сосульки шарики и бусы креплю я такую композицию на стяжке купила специально черного цвета под цвет карниза единственное что тюль уже никуда не сдвинешь с таким креплением но зато прочно потому что гирлянды довольно таки тяжелые со всеми этими украшениями а и и а и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну и последнее на кухне это украшение стола Во-первых, я заменила DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так как прошлые яркие, так как прошлые яркие не очень сочетаются с дорожками У меня две зимние дорожки, но первая, как видите, не подошла Мне не понравилось, что ее рисунка практически не видно, поэтому в ход пошла вторая На мой взгляд, она лучше смотрится И в качестве центральной композиция я решила использовать банку из Икеи с гирляндой внутри А сейчас то, что осталось за кадром Быстро это исправляем И наслаждаемся результатом Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok